Я продолжу свое выступление, начатое в 2012 году, продолжил я в 2014, если вы помните, я работаю с фотографиями и стараюсь объяснить принципиально смысл фотографий непонятными людьми. На этой фотографии изображен Петр Рус. История Петра I, замена его это будет завтра. Сегодня мы поговорим о золотом ключике, почему нужно все переворачивать, почему альфа и омега, это принцип переворачивания. На полях тысячи рисунков, один из них, как вы видите, это замочное скважине, посередине глаз находится у нас. Видно здесь чуть-чуть, да? Вот эта точка. Глаз, священный глаз Хоруса. Поясню, Хорус. Чем можно описать здесь? Заслоняю я головой, нет? Не мешай, а то я могу спринуться. Да, можно так, да? Да, прямо пересек. Он Рус. В этом смысл. Для того, чтобы разобраться во всей этой истории, тайны нашей планеты, что же такое наша Земля, как она построена, почему ученые буксуют и не могут понять истинного смысла, мне пришлось побывать в 2006 году возле горы Кайлас. Кайлас – это священное место, которое находится на 30-й параллели, 30-й градус, связывающийся с пирамидами Хеопса. Сфинк смотрит именно на гору Кайлас. Гора Кайлас является святыней, которая еще не понятна до конца человечеству. Пару лет назад меня пригласили в Москву, небольшой доклад я там сделал, но даже дело не в этом было. Дело в том, что в тот же год, 2014 год, я посетил запрещенное королевство или закрытое королевство Мустанг. Познакомился с принцем, с королем и сделал то, что должен был сделать там. Почему она не уходит? Следующее. Так, Рерих нарисовал картину. Иисус в пустыне, рядом с ним находится учитель моря. Значит, тайну квадратов двух, ноги и руки, и сферу, полусферу сверху, я объяснял в прошлый раз. Значит, квадрат – это основание пирамиды. Возьмем за основу пирамиду Хеопса. Вторая пирамида – это сам Кайлас. Надо там что-то сделать, а пройти можно по 30-му градусу. Иисус говорит, и вот я нарисовал пестик. Пестик, мы знаем по ботанике, является частицей растения. Люди – такие же растения, только имеющие свободу выбора, воли и возможность передвижения дел. Мы являемся атомами божественного организма и делаем его волю. Глаза, уши, руки, ноги – мы, в общем-то, делаем то, что Богу угодно. Сейчас человечество пришло до точки невозврата. Обратного пути нету, а будущее неясно. Что же будет через несколько лет? Почему сейчас кругом идет война? Почему все пылает, рушатся города и гибнут люди? Ответ ясен. Мы переживаем апокалипсис. Апокалипсис является снятием шорок с глаз. Для того, чтобы прояснить ситуацию, что же нас ждет, нам нужно кое-что узнать. Рерих зашифровал свои картины, и многие из них имеют определенный смысл. Поэтому надо смотреть и искать. Вот, например, если вы будете увеличивать эту картинку, то за спиной Иисуса Христа в этом месте увеличим. Вы увидите ступеньки, три ступеньки, а напротив них вы увидите слово «Он нога». Он – нога. Он придет. Второй раз. Я буду читать то, что снизу сказано. Это важнее. Иисус сказал им, когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону, как внешнюю сторону, что Он хочет сказать этим? Внутреннюю и внешнюю стороны. О чем идет разговор? И внешнюю сторону, как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону, как нижнюю сторону. И когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной, и женщина не была женщиной, когда вы сделаете глаза вместо глаза, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, и образ вместо образа, тогда вы войдете в царствие. Иисус говорил загадками, его мало кто понимал. Сам Иисус – это личность величайшая 2000 лет назад. Это был великий путешественник, который был и в Индии, и в Непале, и в Тибете. Вернувшись, он владел йогой и другими всевозможными знаниями, но его соратники, его приверженцы, его родственники, евреи, которые жили в большом количестве там, не приняли его учения. И вы знаете, что потом получилось. Но Иисус не умер. Он впал в кому и через два дня вышел и ушел назад в город Шринагар. Именно там сейчас находится его могила. Он был женат, у него был сын. И этот сын строил в 54 году храм, который назывался Колонна. Все связано у нас с Колонной или седьмой чакрой, которая находится в Тихом океане. Я про нее говорил в прошлый раз. Итак, когда вы сделаете одним, что имеет в виду? Смотрите. Это высота 2500 метров. Так получается, это очень высоко, так сказать, со спутника снята местность. Вот в этом месте непосредственно я вам показываю, где находится гора Кайлос. Вот здесь. Женский половой орган. Вот тут находится у нас саркофаг Нанди. Вот это мужской половой орган. Понимаете? И вообще-то это ущелье. Когда вы сделаете одним, говорит Иисус. Ну, это ведь земля. Значит, получается, что земля сделана искусственно. Вот этот куб, когда я его увидел в 2006 году, я был поражен. Что делает там кубический камень на такой высоте? Как его туда поставили и вообще для чего он нужен? Тогда я еще вообще ничего не понимал в этой системе. И начиная с 2008 года, когда я расшифровал значение Атлантиды и ее точное местонахождение, только тогда стали ко мне входить знания. Я искал, путешествовал и находил. Гора Кайлос связана с Шивой. Видите ли вы здесь лицо Шивы? Вы вообще представляете Шиву, как он выглядит? Да, но это значение я вам расскажу завтра. Обратите внимание, по пути в Непальские горы в сторону Тибета, запрещенное Королевством Устан, вот смотрите, как будто бы лежит человек, фараон, как бы, но это горы. Как бы камень, но вот эти углы как бы сделаны искусственно. Здесь я посадил дерево. Ну, паломники это дерево унесли, хотя я сам посадил больше 300 деревьев в Тибетиле. Сейчас я вам расшифрую вот эту картинку. Но для того, чтобы вы поняли истинный смысл Монолизы, она имеет два имени. Монолиза. Если мы расставим буквы в разном направлении, по смыслу у нас получится аномалис, аномалия. Второе слово. Джок-ландо. Джок на казахском языке. Нет, читаем справа налево, у нас получается ten. Английское слово десятка, мы попали в точку. Он на немецком языке, это R переводится. Джокер. Да, читаем наоборот ад. Нам говорят, что там ад, там рай. Оттуда Адам и Ева попросили выйти. После того, как они попробовали яблоко, на уровне ДНА у них появилось чувство стыда или совести. Этим отличается человек от скотины. Но сейчас мир перевернут. Люди стали скотами в полном смысле этого слова. Я не стесняюсь этого говорить, потому что правда закрыта. Все ее боятся. Для того, чтобы разобраться с этой картинкой, нужно кое-что сделать. Переворачивать уметь тоже надо. Смотрите внимательно сюда. В этом месте находится голова бычка. Идет красный поток. Водяной как бы. Да, у меня только красного цвета, ее плохо видно. А зеленый намного лучше. Видите, красный поток вот здесь. А вот здесь это голова бычка, наверное, условно. Теперь смотрите, вот она курица. Верхняя часть хохолок, форма курицы с глазами и с клювиком. Вот тут в центре, смотрите внимательно, вот в этом центре, рога, уши, сатана. Именно там надо искать сатану. Что такое сатана? Его жало, которое описывается в Евангелии. Что это такое? Смотрите внимательно. Видите, вот оно. Вот руки, вот ноги. Вот так лежит опять перед вами фараон. На нашей планете, в Тихом океане, на дне, находится Лемурия. А южная часть полюса нашего Антарктида, это есть Атлантида. По Платону день и ночь Атлантида уходила под воду. Я вам сейчас объясню смысл дня и ночи. Полгода день, полгода ночь. Горы, которые окружали эту Атлантиду, они были высотой до 10-12 тысяч метров. Температура воздуха там, воздуха нету, там безвоздушное пространство, но до минус 240 градусов. Мы возьмем сейчас даже за основу 100 градусов минус. Вот эти 100 градусов сдерживались. А так как земля имеет внутри центр входа, оттуда шло тепло, свечение, теплые источники воды, то значит, когда стало сходиться вот эти годы, все мгновенно стало замерзать. Соленая вода не замерзает, замерзает только пресная. Вот есть человек, который там год жил, он прекрасно знает, что бомбили Антарктиду сверху. Огромные кратеры. Я уже не говорю о том, что американцы в 50-м году там взорвали несколько атомных бомб в воздухе, поэтому у нас идет потепление глобальное. А если вы посмотрите в верхнюю часть, вот сюда, плохо видно мне вот со стороны как бы, да? И бородка, и усы, и волос, и даже вот эта часть сверху одеяния, и зеленая звезда волну. Перед нами стоит учитель, так сказать, который придет когда-то из полости земли, белое братство. И опять все вернется, Иисус возвратится назад. С южного полюса, так сказать, ну что вода, которая здесь окружает, вот это все. Это есть круговорот воды в природе, облака, тучи, независимые, они дают нам воду сверху. Ну испарение снизу, да. И знание вот этого круга, это и есть знание Атлантиды. Когда мы научимся понимать правильное строение земли, найдем где находится Атлантида и все остальное. Вот смотрите внимательно, череп с внутренним морем, вот она черепообразная, остров, вот она шея и есть плечи. От одного плеча, как я говорил, 9 меридианов, 9 тысяч километров. Понимаете, ширина этого континента. Опускался он столетиями. А Атлантида села в течение года. Есть и есть у нас вот такой образ человекоподобного существа. Значит, Адам является первым сыном, сделанным из глины или земли. Это и есть сын Бога, которого он принес в жертву. Иисус Христос говорил, я есен то, что я есен. Есть карта, где находится свастика, вход в полую землю, куда немцы и ушли после войны. Так вот, я там расшифровываю. Я есен, это есть игра в шахматы. Е7, это клетка. Именно там находится ответ. Следующая книга, видите, одна и та же. Знания одни и те же. Николай Чудотворец, любимый, уважаемый всем миром, христианами, православными. И не только. Опять, вернемся к тому, что у нас на планете должны быть чакры, как и у человека. Чакровая система имеет 7 точек. Верхняя часть, нижняя часть. Когда люди крестятся, они соединяют верхнюю часть, нижнюю часть, от правого до левого плеча. Это и есть момент крещения. Не от сатаны защита, а в память о том, что у нас лежит континент с чакрами. Такой же живой, как и мы. Он только двигаться не может. Пожалуйста. Страница 146. 100, 4, 6, 10. На 110-м мире Диане находится остров Пасхи. Это сердечная чакра нашей планеты. Антарктида является матрицей для мозга или третьим глазом. Ну, а все остальное находится на 110-м мире Диане. Иисус Христос, идущий на Голгофу, смотрит глазами, проведите линию между его глаз и глазами Марии Магдалины. Это была его наложница, которую он спас от забития камнями. Она родила ему ребенка. Ребенок, которого она держит в руках, имеет рыжий волос. Такой же волос имеет и Иисус Христос. Стрелки. Непосредственно эту картину я немножечко сузил. Являются стрелками от часов. Одна из стрелок указывает на сухое дерево. Ответиве той долгое время казавшейся бесплодной будет плод. Значит, через какое-то время придет момент, когда из его родословной появится кто-то, который будет вершителем будущего. Ну, это вообще феноменально. Как такое может быть? Только Господь мог вот так сделать. На яблоке изображение младенца. Вот это очень интересная зашифрованная картина. Находится она в храме в городе Ноюс. Нои на немецком это новый. СС это новый мировой порядок, будем так говорить. Две буквы СС. Я вам сейчас расшифрую свастику. Что это такое? Я надеюсь, вы поймете сразу же. Свастику немцы приобрели благодаря тому, что они побывали в Тибете. И им ее дали. Свастики бывают две. Вот такую свастику я видел, когда попал в туннель. В горах в Тибете, когда вот мое состояние, все это описывается там в следопыте, можете прочитать. Но это было на уровне в мозгу это все происходило. Я был в туннеле, полет был. И вот такую свастику я видел. Теперь смотрите. Зажигая две спичинки, крутя их, мы даем свечение, так сказать. Получается у нас круг, бесконечность, змеи лов, тринадцатый зодиак. Двенадцать зодиаков находятся здесь. Вот этот круг, мандала, так называемая, мандала по-тибетски. Что это нам дает? Смотрите внимательно. 110. Мы вот эти углы соединяем между собой. У нас ответ 110. 110-й меридиан. Это самая главная тайна нашей планеты. Как цифры произошли, я вам уже показывал. От нуля все произошло, но арабы здесь вообще ни при чем. Арабы здесь ни при чем. Потому что это все тайны, которые нам надо еще будет пройти. Итак, я сейчас объясню значение вот этого рисунка. Скажем так, вот это яйцо. Что произошло первое, курица или яйцо? Я знаю, курица произошла. Потому что кури от курицы, от ца. Подставляем вот эти две буквы, от ца. Получается, а кури от ца. Мы приходим в церковь, стоит батюшка, машет кадилом, идет дым. Приходим в тибетское или индийское какое-то заведение. Там тоже есть четки, которые дымятся. А курить Бога, это его продукт, связаться с ним, видимо. Итак, внутри находится Иисус Христос, который держит две буквы. Альфа и Омега, это не есть Библия. Библия была написана намного позже. В ногах у него находится барашек белого цвета, из которого идет кровь, попадая в Святой Грааль. Что же это такое? Тайна Святого Грааля. Чуть-чуть сейчас отвлекусь, чтобы вы поняли, что Тататхамон непосредственно связан с тайной Альфы и Омеги. Вес золотой матрешки 110,400 грамм. Золото. Цифры. Итак, скрещение дает нам букву А. Ее видно. А вот этот гриф, это космос. Так зашифровали они. Держит Омегу. Омега находится у нас на Южном полюсе. И выглядит она, вот она. Голова с плечами и шеей. Как раз то, что я вам только что показывал. Движащий Христос. Снизу. В прошлый раз вы так удивились, что такое возможно. Это вот такой маленький камушек. Как я вам уже говорил, у меня несколько камней. Это очень интересные камни. Итак, за основу возьмем, что в ногах Иисуса Христа находится Южный полюс. Барашек белого цвета. Снег белого цвета. Из барашка льется красная кровь. Святой Грааль. Смотрите внимательно. На Южном полюсе есть вот такая красная река. Теплая вода оттуда выходит. Какие-то красные частицы, молекулы, или что бы там ни было, они дают нам красный цвет. И все это впадает в океан. Земля является святым Граалем. Океан перерабатывает все это и выдает нам уже другую информацию, поглощая вот эту красную краску. В левой стороне вы сейчас никогда не увидите, потому что не владеете технологией, которую технологией владею я. Я вам сейчас покажу. Смотрите внимательно. Борода, усы, нос, глаза и остроконечный шлет. Жертву принес Бог своего сына. Я об этом уже говорил. Но все возрождается. Это находится в Турции. Тур-ци-я. Тур на немецком языке. Это ворота. Тур-кай, говорят на немецком языке. Ворота к ай. Ай это яйцо. Ворота к яйцу. Некоторые задумываются, почему же в Китае нашли более трех тысяч вот таких вот глиняных фигур. Самурай. Сам, точка. Ур на немецком языке это древний. Ур, ур, опа. Это прапрадедушка, будем так говорить. Древний и опять в конце ай. Это древнее яйцо. Самурай. Смотрите на форму головы и его профиль. Куда это сейчас должно встать? Пожалуйста. В этом месте якобы, по предположению некоторых атлантологов, находилась Атлантида. Полный бред. Вот этот вулкан, который взорвался, видите, какой образ дает. Профиль человека. Я вернусь назад, чтобы вы могли просто сравнить. Профиль. У нас все работает на подъем и на опускание, но не на разрыв. Земля никогда не расходилась для того, чтобы вот эти континенты типа образовались. Был один огромный континент Гондвана. Не было никогда такого. Принцип Атлантиды, как я и уже говорил. Возьмите за основу вот этот круг, а вот эти высокие горки поставьте по кругу. А внутри создайте образ Антарктиды. Такой, как она сейчас есть. Антарктида – это матрица. Переворачивая, мы вкладываем туда мозг, и у нас появляется, что это матрица для мозга, человеческих, так сказать, головы. Тут надо все немножечко по-другому смотреть. Петр. Это в Копенгагене. Вот она гора. Ампер. Видите, она выше неба. Она своей вершиной упирается в небо и раздвигает его. Два ключа. И опять же знание. Опять же связано с Петром. Но самое главное. Смотрите. Язык. Говорить надо уметь правильно. Самое главное. Внутри, видите, язык. Надо понять сначала, почему именно майя. Пятый месяц. Май. Двадцать календарей. Двадцать календарей. Двадцатого мая. Это день фазы быка. Бык Апис, который в египтологии был священным животным. Вот он над вами смеется. По сегодняшний день. Над всей вашей философией. Вы его не поняли. Когда-то был момент, когда я принес и посадил деревья, выращенные вот из таких маленьких орешков, присланных мне из Новосибирска, кедрики русские. И вот эти русские кедрики сейчас стоят на сухой земле, но я надеюсь, что принц будет поливать это в его саду. Огородили сразу же быстренько все, чтобы туда барашки, коровы не подходили. И я надеюсь, что все будет расти. Вот посередине стоит принц с папочкой в руках. Это мой друг Борис Иванович Улгарев, который 8 лет ходил по морям и многое видел. Один раз он рассказал, что ему показали в 87-м году подводный мир, как под стеклом. Он находился на корабле. Сам он, так сказать, в его начале смотрел, как разрезают волны. Полгода они не были на земле. И шли они в сторону Золотого. Рога, бухты, Владивосток. И вдруг из-под корабля свет осветил дно. А это же все в движении. И вдруг он увидит, что как под стеклом жизнь там. Люди, дома. Ему показали тогда. Вот этот фундамент я залил несколько лет назад. Сейчас там стоит уже... Ну, это было в прошлом году. Сейчас вот так выглядит. Только застеклил. Делаю купол, сам все сделал. Я строю там часовню. Потому что когда-то... Так, где у нас тут? Перевернуть, чтобы, пожалуйста... А, вот у меня, ага, вот на эту сторону. Вот он. Пантелеймон. Калининград. Вот первый посетитель. Эту женщину я привез из Германии. Для этого мне пришлось взять на прокат автобус специально, чтобы там можно было жить, ходить, так сказать, в туалет, руки мыть. Эта женщина является риеркарнацией, вы не поверите, Екатерины Великой. Есть фотография. Ну, я сейчас ничего не буду показывать. Просто я вам говорю, поверьте мне на слово. Это одно и то же лицо. Это честнейшая женщина. Она сейчас очень бедная. Когда-то была миллионершая. Ну, жизненные обстоятельства по-разному складываются. Она ни одной секунды не жалеет, что именно так она живет. Вот такие вот у меня знакомые есть. Первый, так сказать, посетитель. Гора Кайлас. Но самое интересное, обратите внимание, вот сюда. От точки до точки, видите, и рукоятка. Меч. Господь дает нам силу. Сфотографировала этот снимок женщина, которая в Москве работает преподавателем математики в школе для одаренных людей. Она была в экспедиции вместе с Сергеем Балалаевым. Я ей дал росток небольшой. И около тысячи орешков, кедра. Она там все распространяла. Вот Господь нам руку дает. Давайте возьмем ваше время, которое вы не докончили, и чуть-чуть сюда вдвинем. Нет возражения. Возражений нет, я думаю. Спасибо. Смотрите, Господь нам руку протягивает. Это в Тибете возле горы Кайлас. А внутри, вот смотрите, между большим пальцем, там лицо. Лицо Бога. Вот оно. Сейчас я буду быстро-быстро... Смотрите, еще одна рука. Вот она. Отпечаток руки. А люди видите, какие маленькие? Мощнейший отпечаток. Это так называемый каньон Молодой Луны в Иордании, там, где замок Петра находится. Вот эта картинка тоже была там найдена. Видите, сверху написано слово Берлин. Тут надо и по-русски, и по-английски чуть-чуть совмещать. Но букв достаточно, чтобы понять, что это Берлин. Бер – это медведь. Лин, наоборот, считаем, это Нил. Связать надо с Нилом. Нил, как я уже показывал до этого, является продолжением из озера Виктория и является чакрой третьего глаза, нервом третьего глаза. А выходит, когда он в Средиземное море, в виде розы, рыба и свиток. Смотрите внимательно. Мне сейчас чуть-чуть придется приблизить. Так, показываю. Вот сюда. Вот глаз, вот нос, вот губы. Вот пошло. Смотрите, вот тут рыба. Вот она, рыба. А вот снизу – кувшин. Эра рыбы, смена рыбы на эру водолея. Понимаете? Вот в этот промежуток что-то должно произойти. А если вы будете смотреть вот сюда, я сейчас это увеличу, смотрите внимательно. Деголь смотрит на вас. Эть, как мне ее приподнять. А почему он не поднимается? Я бы хотел вот это место немножечко увеличить. Смотрите, мне просто нужно приподнять. Право-право движок. Не, не идет. Справо-право движок движок. Чтобы вот выше приподнять вот это. Выше надо приподнять. Вот она, вот эта платочка. А, вот она, да-да-да. Я не специалист по компьютерам, поэтому я только учусь. Так, где у нас оно? Вот оно. Вот оно, смотрите. И еще одно деление. Смотрите сюда, пожалуйста. Эколет, плечо, воротничок, шея, лицо и французский тип фуражки. Понимаете? Земля сделана искусственно, и все картинки, которые мы наблюдаем, они тоже сделаны искусственно при помощи природы. Ветра, дождя и всего такого. За всем этим стоит Господь Бог, который создал все это для нас. Петра, как я уже говорил. Принцип переворачивания я вам покажу в конце. А теперь смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять меридианов, пятый посередине, самый главный. Таким образом, они зашифровали в века, в будущее, что ответ находится в цифрах. В принципе, переворачивание. Перед вами находится рюмка. Смотрите. Вот она, рюмочка, подставка и круглое основание ее. Надо все переворачивать. А если еще сюда посмотреть. Вот, смотрите, вот лицо, вот огонь. Огненная Библия, по которой говорила Блаватская и другие тоже. Значения четыре и пять. Вот человеческое лицо в шлеве. Он смотрит прямо на крест. Вот здесь крест. Глобус, так сказать, несет. Снизу ямочка небольшая. Трепанация. В Африке нашли большое количество черепов с трепанацией. Не знают, куда их воткнуть, эти черепа, к чему их преподнести. Кто знает, что у сфинкса наверху тоже дырка есть в голове? Есть. И тайну сфинкса я вам завтра расскажу. Что же это такое и к чему это идет. Пожалуйста, лабиринт. Огромнейший лабиринт в горах Непала. Ширина вы видите какая? Невероятно огромный лабиринт. Сделали люди из Австралии. А рядом, если в гугле будете смотреть, найдете просто роспись из камней. Очень аккуратно сделана. Даже кто-то расписался. Вот так вот огородили все это уже. Ну вот, смотрите, луч на закате, какой нам дает мощный поток света. Птица непонятная летит. И смотрите, что произошло. Планета прошла просто рядом. Вы ее не заметили. Красная планета прошла рядом. И точка это есть НЛО. Господь Бог идет по небу. И вот это мне сейчас надо будет прочитать быстро, потому что информация очень важная, чтобы вы все это могли вместе связать. Абакумов докладывает Народному комиссару государственной безопасности СССР товарищу Меркулову. Докладываю, что из сообщений заграничной агентуры, работавшей на линии А, все ближайшие острова в Антарктиде и в Тихом Атлантическом океане переполнены немцами. В портовом городе Пёртстенли или фон Кренские острова, в Мальдивийских островах, расположены гарнизон германского военного флота. Замаскированы в горах и скрыты от глаз остальной части острова. В составе этого гарнизона есть несколько военных подводных лодок. Численность гарнизона около тысячи человек. Немецкие переселенцы заполнили западную часть острова. По рассказам местных жителей, немцы прибыли на остров в конце 1944 года, в начале 1945 года. Порт Хаурт они переименовали в Берингсдорф. Там располагается около 500 немецких семей. На островах Южной Георгии проживает около 100 немецких семей. Они прибыли в начале 1945 года. На острове существует скрытый гарнизон германского военного морского флота. Около 20 немецких семей проживает на Южно-Скандинских островах. Губернатор острова, бригаденфюрер Фридс Бертхольст. Следующее. Мистер Вудард, ваши интересные телефонные переговоры, касательно предполагаемой вами попытки попасть внутрь земли, надеюсь, успешны. Прилагаемая фотокопия получена мной от старого приятеля. Я получил письмо после войны, чтобы пояснить, под лодкой У-209 была поручена одна из самых странных миссий за всю войну. Она была направлена на то, чтобы проверить существование внутренней земли. У-209, снабженная схемой, указанной от доктора Карла Хаусхофера, должна была последовать на определенную широту и долготу для того, чтобы проплыть через гигантскую подводную пещеру с течением около шести узлов, так, чтобы лодку затянуло по течению в пещеру. Под лодкой У-209 командовал капитан-лейтенант Генрих Брода, один из самых преданных офицеров Третьего рейха. Было много людей, верующих в существование внутренней земли. Одним из членов экипажа У-209 был мой старый товарищ Карл Унгор. Я получил его письмо вскоре после окончания войны. Я знаю, что это письмо не подделка, так как я очень хорошо знаком с его почерком. Перевод письма Карла следующий. Дорогой старый друг, новость, которую ты сейчас узнаешь, будет сюрпризом для тебя. Подлодка У-209 сделала это. Земля полая. Доктор Хаусхофер и Хос были правы. Весь экипаж и подлодки в порядке, но они не могут вернуться назад. Хотя они свободны. Уверен, что эта новость дойдет до тебя. Но это последний раз, когда У-209 выходит на связь. Мы еще встретимся, приятель. Я волнуюсь за каждого, кто вынужден оставаться на поверхности земли. Так как фюрер ушел. Хранит Бог Германию всегда. Итак, вот НЛО. Их много. Это реальность полная. Вот так земля устроена. Везде дыры. Это Сириус, так сказать, накладываем. Орион созвездие сходится конкретно с пирамидами Хеопса. Это в Бютгене у нас, там где я живу, видите, завалены углы. Все четко соответствует одной из пирамид. Там тоже завалены углы. Ну и последнее, то, что я сегодня хотел вам прочитать. Служебная записка. В курс введу. В составе, в соответствии с личным распоряжением председателя ОГПУ товарища Жиржинского в сентябре 1925 года в Тибет, в Алхасу, была организована экспедиция в количестве 10 человек под руководством Якова Блюмкина. Работал в научной работе лаборатории ОГПУ Краснове под руководством Гопиуса. Лаборатория входила в состав спецодела ОГПУ Бокия. Цель экспедиции являлась уточнение географических маршрутов поезд города богов с целью получения технологии ранее неизвестного оружия, а также реф-агит-проибаганда, что, как следует из докладов Блюмкина, не нашло соответствующее востребование среди властей Тибета. Я заканчиваю Тибетом и продолжу завтра Тибетом. Завтра вы узнаете тайну замены Петра и еще некоторые вещи. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.